Одинцовская центральная районная больница принимает на себя основной объем пациентов. Здесь лечатся жители практически всего района. В ее структуру входят роддом, детская больница, женская консультация, ФАПы и амбулатории. Отчет главного врача – это был посыл министра здравоохранения Московской области, чтобы каждый главный врач Московской области отчитал всего про дел на работе. Для меня это важно вдвойне, потому что я считаю, что отчет главного врача – это прежде всего отчет о совместно проведенной работе и главного врача, и команды больницы. Только в согласии и в понимании, в чувстве цели, целеустремленности мы могли достичь каких-то результатов, и уже мы можем их представить. Ну и было принято решение отчет дать за последних три года, потому что 2 апреля было три года, как я назначена на должность главного врача. Хочется показать работу прежде всего сотрудникам больницы, потому что в рутине и в том объеме, в котором мы находимся, мы забываем, что мы делаем, но мы не замечаем это, и для нас это обычная работа. Для того, чтобы жить настоящим, нужно в полуборота обернуться в прошлое, посмотреть на результаты и посмотреть вперед на будущее. Только тогда, возможно, нормальная, полноценная, профессиональная жизнь в настоящее время. Местные власти стараются поддерживать лечебное учреждение. Закупается дорогостоящее оборудование. Так, по инициативе Андрея Иванова, был куплен передвижной ФАП, который существенно облегчил труд врачей. В целом, мы видим, что несмотря на трудности, больница растет и очень активно развивается. В этом заслуга всего коллектива Центральной больницы и, конечно, ее главного врача Ольги Александровны Мисюкевич. Александр, я благодарю вас и весь наш коллектив за каждодневный тяжелый труд, за то, что вы живете и болеете своей работой, за то, что вы рвете свои нервы, сердце, душу за каждого пациента, за ваше усердие и профессионализм. Я желаю всем вам успехов, нового развития, хороших и благодарных пациентов, и чтобы ваша работа приносила вам только радость. Несмотря на кризис и сложное экономическое время, в больнице проводится ремонт, появляется новое оборудование, привлекаются кадры. Кстати, молодых специалистов ЦРБ обеспечивает жильем и берет на себя расходы по оплате съемных квартир. Очень хочется, чтобы слышали нас, те, кто находится очень высоко, потому что результат может быть только во взаимопонимании, в согласовании своих действий и в достижении каких-то очень важных целей. Очень хочется, чтобы наша территория, не только района Одинцовского, но еще и территориального 10 округа, она взаимодействовала, чтобы она выстроилась в единую систему здравоохранения, чтобы не было местечковости, чтобы было единое понимание проблем здравоохранения каждым главным врачом на нашей территории и, соответственно, нашим руководителям. Чтобы не было такого, что одна больница работает в рутине, принимает всех, вторая больница собирает сливки и была в более элитном положении. Так быть не должно. Мы все давали клятву Гиппократа и, безусловно, должны выполнять, прежде всего, свой профессиональный долг, чтобы был достойный результат спасать жизни людей. Это наша задача. Центральная районная больница – это в первую очередь команда профессионалов, специалистов с большой буквы, которые ежедневно спасают жизни людей. Для них это не просто работа, а истинное призвание. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». «Одинцова». Продолжение следует...